всем привет меня зовут пётр вот уже 11 месяцев я не выпускал новых роликов все потому что я был в длительной командировке наконец отпустили в отпуск и появилась возможность записать хотя бы один видеоролик для вас в этом видео которое я начал создавать еще перед отъездом расскажу как делать выдавливание сложных форм в данном примере перед вами пластиковая деталь от автомобиля land rover геометрия детали как видите не шибко сложная к сожалению чистый скетчап не умеет делать выдавливание изогнутых поверхностей поэтому для выдавливания я воспользуюсь скетчап расширением joint push pull от гражданина фреда про это расширение я ранее уже рассказывал в другом своем видео ссылку на него вы найдете в последних 20 секундах данного ролика но как видите даже с выдавливанием такой не шибко сложной геометрии joint push pull не справляется расширение выдала ошибку даже если попробовать еще раз будет ошибка других способов сделать скетчап выдавливание изогнутой формы я не знаю так что же делать спросите вы если край как нужно выдавливание тут нам поможет другая 3d программа не скетчап а именно autodesk миш миксер она бесплатно и скачать ее вы можете по ссылке в описании под роликом для начала выделю и экспортирую мою геометрию формат stl в новых версиях скетчап это делается через пункт меню файл экспорт 3d модель там внизу выберите stl в параметрах обязательно выберите двоичный после чего запустите миш миксер и импортируйте туда ваш stl файл вот так это злосчастная деталь выглядит в миш миксер для начала включу показ скрытой геометрии это пункт меню view show wireframe далее боковой раздел select курсором выделю небольшой участок затем пункт меню модифай select all то есть выделить все теперь нужно перестроить геометрию дабы выдавливание дало более качественный результат это пункт меню edit remesh верхнем левом выпадающем списке выбираю режим adaptive density ну и двигайте паузунки до получения оптимальной геометрии какая именно геометрия будет оптимальной вы сами поймете из опыта нажимаю кнопку accept для применения результатов ну и наконец выдавливание пункт edit extrude выпадающем списке меняю направление на normal верхний ползунок offset отвечает за толщину выдавливания значение тут можно задать с клавиатуры как в положительную так и в отрицательную сторону средний ползунок отвечает за жесткость углов ну и нижний ползунок отвечает за то насколько частей будет дробиться геометрия на торце нажимаю кнопку accept для применения результатов как видите то с чем не справился скетчап сделал межмиксер у пластиковой детали появилась толщина теперь можно обратно перекинуть полученную геометрию в скетчап делается это через экспорт все в тот же stl формат а в скетчап как можно догадаться нужно нажать файл импорт и там импортировать этот stl вот что у меня получилось жесткие линии можно смягчить через правый раздел смягчение ребер на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как без особых проблем делать выдавливание сложных форм когда выйдет следующий ролик сказать затрудняюсь потому как мне в ближайшие дни нужно вернуться а когда отпустят насовсем пока неизвестно после возвращения продолжу создавать обучающие ролики а пока что вы можете посмотреть другие мои видео что уже вышли на канале например упомянутый ранее ролик про работу в скетчап расширении joint push pull или видео о том как все в том же миш миксера делать упрощение сложной геометрии желаю успехов в вашей творческой работе